Ха-ха! Лайк за пирожка! Это так много! А что нам делать? Эй, полегче! Вы чё разошлись так? Черки! А-а-а! Не трогайте пирожка моего! НЕТ! НЕТ! ПИРОЖКА УБИЛИ! СВОЛОЧИ! Приветствую тебя, мой друг! Ты на канале Генераля! Меня зовут Виталя! Это снова Дэрт Эйдж 2! Что можно перевести как Мертвичиный Век? Мы в прошлой серии дошли до пещеры, до подземелья И без лишних слов мы сейчас туда и отправимся Так, у нас ещё какая-то встреча произошла Ты смотри-ка, в прошлый раз мы в конце туда передвигались Смотрели на эту пещеру, на картиночку, на рисуночек И не было никаких зомби, смотри, на этот раз мы с зомби столкнулись в преддвериях пещеры Видишь, какие-то горные тут у нас массивы каменные Так, ну тут фигня всё, больные фермеры, сирена Вот сирену, наверное, надо ликвидировать Раньше всех, женщина-полицейский Так, не вижу там броника у неё никакого нет Значит, она броню где-то свою потеряла Видишь, там нет значка броника с бронёй По-моему, в прошлый раз такой был или нет Или у неё просто защита повышенная Ну этих по 11 У этого 30, кстати, защита больной фермер А чё у неё такая защита-то большая? Так же, как и у женщины-полицейского 31 Ну нам это всё не важно Так, наверное, надо будет только Сарой Сарой в ближний бой идти В принципе, может быть, даже всеми ими У нас патроны-то не бесконечные У нас патронов... Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе Это пистолетные патроны У нас 6 штучек осталось Блин Так, ну Дженерал может пока ещё с дробовика пострелять 25 у него патронов для дробовика Блин, все патроны растратили мы Ну там, блин, да Там много волков было всяких и так далее Придётся лучше... Больше ближнего боя Оружие использовать холодное Для ликвидации их Так, давай-ка Давай-ка, маленькую собачку А пирожок! Пирожок, иди сюда! Ой, ты умничка какая! Смотри, сразу зомбика свалил и оглушил! Ха-ха! Лайк за пирожка! Ты смотри, что он делает! Ты смотри, как он сходу! Нифига себе! Хе-хе-хе-хе Какой молодчик пирожок! Надо прокачивать дальше генералу владения Этими собаками и животными Хе-хе-хе Будем призывать каких-нибудь пираннозавров Чтобы они тут разбирали их Вместо нас Так, Сара, у тебя, к сожалению, там патронов-то нет Нифига! Хе-хе-хе Два таких, два таких Давай Иди в ближний бой Ряд ещё придётся поменять Так, э-э-э Этого можно не атаковать Нам пока не страшно Надо вот этих атаковать К тому же, пока они там всякие ловушки не поставили Я не знаю Так, только укушенную женщину могу А, я только её могу, да? Почему? А-а-а! Она в ближнем ряду, как бы, да? Она защищает остальных Ну, блин Так, и Фернадо Тебе тоже придётся, наверное Коктейль Молотова швырнуть Кстати, я что-то забыл про него совсем Надо было его использовать и у Сары По-моему, у неё же есть Так, вот это ты видел, да? Он тут бассейнул желчи Или что-то там разлил снова, да? А вот это проблема Мы теперь не можем их ближним боем атаковать Хе-хе Ну так, можем Но наши чуваки будут страдать Мы это проходили Это вообще не вариант Так, у нас пока можно расправиться с этой Впрочем Впрочем Давай-ка мы с ней расправимся уже Пока она там бездыханная валяется Так, ты, этот пирожок Ты будешь атаковать её тоже, я надеюсь Ты на каком ходу-то атакуешь Когда дженерал, наверное, ход будет, да? Как-то непонятно Так, давай Ты дробовика можешь пострелять Так, тоже только по ней Блин, это плохо Это плохо Это ужасно У тебя коктейль Молотова есть Давай Применяй Жги, губи Давай по этой Чтобы ей там легко не жилось Гори, ведьма Говорит дженерал Я его поддерживаю полностью Так, иди Поменяй ряд В первый ряд Блин, а сейчас мне придётся всё равно дальней какой-то атакой Удар ниже пояса она ему нанесла Ты видел, у неё было написано А я оглушила его Ты знал, что ударом ниже пояса можно оглушить? Ну, блин, пирожок Чуть-чуть не доел её Там пятёрочка осталась-то, блин Ерунда совсем Какая-то Критом Так, а, коктейль уже не может использовать Там нужно два Очка действия У него только одно Я этих не буду атаковать У них там бассейн и желчь Или подожди-ка Или он разлил его только сюда Относительно А сюда я могу атаковать Это так же, как нашим огнём Мы стену огня делали Или как там называется Огненная ловушка дженералом С этой стороны А там зомбик я смотрел Когда монтировал прошлую серию Оползался справа Её или слева Ну, если относительно зомбик, то слева И атаковал Фернандо Так что я, по идее, думаю, что бассейн здесь разлит Я могу вот это атаковать Наверное Давай попробуем В принципе, ничего страшного И немножко заразиться Значит, немножко заразиться Вообще-то А вообще, подожди Может в оборону уйти? Сколько у неё жизни? Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Нормально, она только его защищает, этого чувака. Окей, его придется, значит, с огнестрелой валить, а эту я могу в рукопашку. Это хорошо. Это уже замечательно, прекрасно. Так, огненная ловушка не имеет смысла, она будет позади нашего ряда первого. Вообще не имеет никакого смысла. Давай-ка рассеянным выстрелом ты их всех поразишь. Вот так вот. Отлично. Ой, нифига себе, он там какой-то плевок сделал. Ой, 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 блин, какие-то трех зомбика несчастных вышли на нас, ты смотри-ка, блин. Побили нас, у Фернандо полжизни. Да как мы будем лагерь-то там очищать от зомби, блин, там от ЦРДА будет. Так, давай. Без паники, без паники, все у нас под контролем, все будет хорошо. Так, а этого, блин. Блин, ай, надо было коктейли метнуть. Так, тебе нужно лечение. Так, у нас что там, подожди-ка, у нас там есть всякие травки еще. Ммм, восстанавливает небольшое количество здоровья, немного повышает сопротивление до конца следующего боя. До конца следующего боя, или до конца текущего боя. До конца следующего. Небольшое количество здоровья. А, нейтрализует жажду. А, кстати, они же от жажды страдают, да? Хотя у нас вода есть. Ну, вероятно, они перестанут страдать, когда... Когда у них следующий раз настанет, когда пить должны, они попьют. Но у них я не вижу негативных эффектов, что они страдают от жажды. Это у нас только в окне персонажей там отображено было. Мы читали в прошлой серии. Так, пища восстанавливает среднее количество здоровья. Так, давай, так ты закусишь гамбургером. 159 сейчас у него здоровья из 305. А, полтинник. Даже не полтинник, 45. 45. Остановили. При этом ход не требуется на это. То есть могу тут закусывать сколько угодно, да? Нейтрализует жажду. Ну и давай, да, вот эту штучку выпьем. Окей. Так. И... А, подожди, все-все-все. Все-таки тратятся, 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 тратятся баллы действий. Все. У нас Фернандо появился. Так, Фернандо, у него глушение прошло, слава богу. Давай, давай, ты тоже закусишь у нас колой. О, у него, смотри, 44. Ох. Так, а может ты что-то крутое можешь сделать? Ну нет, все то же самое. Видишь, у него... А, уже три из четырех. То есть все-таки уходит. Так, и давай травку. Посмотрим, сколько травка дает. Гамбургер больше всего, кола меньше. А сколько травка дает? Ого! Травка сотню дает! Нифига себе! Соточка! Просто соточка! Атрибут увеличили за счет потребления закусок, насыщенный у него. Ладно, все это нам не важно. Давай, добивай его, там, на один выстрел тебе. Нет! Ну... Блин, а у тебя там... Патроны-то нет уже нихрена, ну ладно. Так, два семечка добыли, четыре материала. Ай! Пирожка забыли. А вы находите разрушенный вход в пещеру. Вам понадобится кирка, чтобы расчистить завалы. А у нас нет кирки. Расчистить вход. У вас ноль кирок. А, то есть я не могу в эту пещеру войти, да? Только могу продолжить, то есть... Не облутывать ее. А, ну, блин. Скорее всего, если я выберу расчистить вход без кирок, они, скорее всего, пострадают, сильно устанут, и вообще у нас день закончится. Да, не-не-не, мы не будем рисковать. У нас очень важная миссия, мероприятие. Мы должны эту квест выполнить, по которому идем. Задание. А где кирки, братья? Это где-то надо ходить, надо лутать, да? А зачем нам... А, так подожди, это может не пещера, это типа месторождение какое-то. У нас же там в прошлой серии мы смотрели рецепты крафта на базе, из чего патроны делаются. Там всякие бронебойные крутые патроны делаются из железной руды, вольфрамовой руды. Возможно, мы можем добывать здесь с помощью кирки, собственно, руду, и потом крафтить всякое. Да, то есть мы пропускаем эту пещеру, эту локацию, добыча запчасти, боеприпасы, вода, материал. А, хотя здесь не написано, что тут руда какая-то можно добыть. Ну, окей. Давай, все. Заброшенный лагерь. Добыча, что-то там много написано. Добыча штурмовые винтовки. Это полезное оружие дальнего боя против легко бронированных противников, что делает их одним из самых желанных видов оружия. Зачем здесь все это описание? Штурмовые винтовки просто бы написали, запитая, и дальше металлолом, материал. Угроза дикие звери низкий, нежить низкий. А, в принципе, тут нормально, как бы нормально, должны, 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 должны. Я их отличил. Смотри, нормально у них по жизни, и здесь патрона у них нихрена нет. Но, кстати, еще момент такой. Ага, я этим давал независимую колу. Видишь, у них стаканчик пропал. То есть жажда, жаждущий, да? У нас дженерал по-прежнему жаждущий. Я не вижу, там в бою никаких негативных эффектов не написано. А в следующий раз, когда захочет попить, так он попьет, у нас вода есть. Блин, у нас еды мало, воды мало. Ой, ужас какой-то. Надо будет вот это облутать. Еда. Так далее. Ну, сейчас мы идем сюда. Ну, там еще еда дальше. Заброшенный лагерь. Так, ну, пока что все как вроде нормально. Мы что-то лутаем там. Четыре материала, четыре инженерные патроны и три металлолома. О, боже, здесь никого нет на миле. Надеюсь, мы найдем подсказку. Блин, это мы еще... А, это только начало квеста. Это еще не конечная его точка. Я этого больше всего и боялся. А я не выношу этот запах. Вернувшись на плантацию, у нас были рабочие, которые сжигали все тела. Но это займет у нас слишком много времени. А что думает, дженерал? Вы слишком добросердечны, синьорита. Повсюду трупы. Мы не можем оставаться здесь долго, теряя время. Ай, тихо. Кажется, я что-то слышу. Мы здесь не одни. Ох, ох, ох. Ни хрена себе. Олег, что-то там много тут. Это так много. А что нам делать? Я тоже так думаю, что нам делать. Омолитесь, синьорита. Это будет нелегко. Вы обнаружили большую группу зомби. Они вас еще не заметили. Вы можете прокраситься мимо или удивить их. Как бы они нас не удивили. Сколько их там? Шестеро, да? Есть один с черепками. Видишь, красный светится. То есть опытный. И вообще таких костлявых панков мы не видели. Нет, по-моему, панк был. А вот какой-то там костлявый, смотри, стоит такой вообще. Да? С черепками как раз. А они нам что, сильно нужны? Атаковать под крас там. Хм. А может быть, ее друг среди этих зомби, да? Блин. Блин. Но мы сейчас здесь потратим все восставшиеся патроны и все остальное. Но... Мне хочется атаковать их. Возможно, это, блин, нам материалов очень кучу всякого принесет полезного шестера. Придется в ближний бой идти. У нас есть и аптечки, если что. Давай! Давай, атакуем! Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо! Так. Давай сжечь, губить. А вообще... Так, подожди-ка. А вообще-вообще-вообще нет. Огненную ловушку для начала поставим. А эти остальные метнут по коктейлю молотова. Они же все умеют у нас это делать. А Дженнерал поставит огненную ловушку. Пожалуй, с этой стороны. Защитим Сару. Так, давай. Давай теперь сжечь, губить. Так, они тут три ряда. Нам как раз три коктейля молотова мы бы всех подожгли сразу. Так, с черепками у нас которые. Вот этот, да, опытный. Это кто у нас? Трусливая деревенщина. А мне показался он костляван. Так со спины. Там у него клетчатая рубашка, так казалось. Здоровяк. Хотя, по-моему, они одинаковые абсолютно. Укушенная летучая мышь. Крепкий здоровяк. Укушенный фермер. Охотница. Так, а что за крепкий здоровяк? 315. У обычного здоровяка 265. Ну, давай здесь сжечь. Так, Фернандо. То же самое. Другой рядок. Наверное, вот этот. Ну, сколько у нас много. Да нифига себе. Ну, что вы так критами бьете? Эй. Эй, полегче. Эй, полегче. Вы что, разошлись так? Черти. Блин, я зря, наверное, атаковал их. Я зря их атаковал. Что-то меня уже перехотелось, если честно. Это самое. Воевать тут с ними. Так, будем выпускать пирожка. Блин, я бы тут еще одну стену поставил, огненную ловушку, чтобы Фернандо защитить, но не могу. А, точно, надо поставить собачку. Я поставлю собачку, и она, собственно, будет защищать первый ряд, и тогда они не будут Фернандо атаковать. Я даже вот здесь ее поставлю, в этом рядку, чтобы точно... Ой, смотри, глушил одного, отлично. Блин, какой пирожок эффективный, просто вообще жесть. Я хочу всем вкачать такую... Блин, там много качать придется, да? Я могу сейчас посмотреть навыки? Это у нас охотника. Где он? Вот он. Вот, может призвать собаку на пятом уровне, соответственно, раз, потом два, это три очка, потом три, это шесть очков, потом четыре, это десять. И сюда пять. Пятнадцать очков, собственно, надо, чтобы все могли призывать по собаке. А что, эффективно будет? У нас будет целая собачья свора. Как трех собак выпустят, и все, собаки сами разберут врагов из-за нас. Блин, да, я хочу всем собак сделать. А дальше что-нибудь открывается. Просто эффективность, я так понимаю, повышает. Так, 60% урона от мощности вызывает эффект чего-то тяжелого там, чего-то еще. Ловушки ослабляют, ослабляют, вызывают, вызывают еще животных. Ближе принимает зомби, зверей и мутантов. Что это такое? 150 урона от мощности, 75 вероятность. Призывай тигра! Ого! Ого! Призывает тигра! Я хочу это. Я хочу это. 135 очков здоровья, 38 сил. Хо-хо-хо-хо! А интересно, они прокачки друг друга не взаимоисключают? То есть я могу и собачку, и тигра призывать, да? Когда прокачают до тигра. Хо-хо! Мой друг, мы теперь знаем, куда качаться. Мы будем тигрушу призывать. Так, Сара. Блин, я даже не знаю. Так, коктейль молотан скоро пересгружается. Через один ход. То есть на следующем ходу нас может бросить. А что ей сейчас делать? У нее патронов-то там... Считай, что и нет. В ближний ряд я не пойду, наверное. Хотя можно пойти в ближний ряд и взять оборонительную стойку принять, да? И они ничего не сделают ей. Блин, а с другой стороны, зачем тогда эту стену огненную ставил? А, ну чтобы ее не атаковали. Да, ну они Фернандо, блин, атаковали. Ну, в принципе, там пока нормально. Блин, я думаю, я думаю. Тут, блин. Ты извини, может медленно тебе покажется. Ну, я боюсь. Цена ошибки, блин, высока. Ну, давай, а что нам делать? Все равно делать... Не, а почему она только один раз походила? Не понял. А, это ей какая-то способность у этого зомби. Тут типа я приблизился, и она атакует каждого приближающегося. Ну, нифига себе, блин, она сразу же сняла там все ей. Давай в оборонительную уходим. Они нас не пробьют, надеюсь. Так, Фернандо, тебе тоже надо в оборонительную уйти. У тебя сколько бы припасов там? Четыре. Не так уж и много. Так, коктейль через один ход будет. А я могу с пистолета один раз выстрелить, а потом уйти в оборонительную стойку или нет? А, хотя ему не нужна уже оборонительная стойка, он же во втором ряду стоит, они будут атаковать этих, а не его. Хотя нет, дальники могут, по-моему, его атаковать. Так, оборонительная требует один экшн-поинт. Ага. Значит, я могу пострелять и потом уйти. Правда, если таким выстрелом, то я оба потрачу экшн-поинт, уже ничего не смогу. Ну, давай. Стрелять. Я не знаю, по ком будем стрелять. Блин, они такие все жирные. Давай этого с черепками или вот этого. Наверное, вот эту надо охотницу в первую очередь. Она видишь какие-то странные у нее эти самые способности. Опасные. Так, ну ему не нужно никакой обороной сейчас уходить здесь. Поэтому давай. Давай, вынесем ее. С дальнего оружия. О, видишь? Поглотила урон. О, видишь? Поглотила урон. Так, какая-то сила группы у них активировалась. Что это насыпало, эта охотница, какую-то фигню на нашу собаку? Ну, меткий охотник. Я не знаю, тут что-то происходит. Игра сама играет. Тут какие-то появляются странные эти самые способности. Какое-то зерно она, я не знаю, проса какой-то насыпала на нашу собаку. На одну единичку ее лишь задело. Наверное, какой-то эффект негативный наложило. Нет. Нет. Это способность собаки, потому что она быстрая. Не знаю, короче. Так. Вот и броник спал, да? А я могу же... Ой-ой-ой, блин, а это перезарядка у оборонителя на этой фигни? Ой, блин, так ее сейчас снесут они. Может, обратно задвинуться назад. Пусть собачку атакуют. Пирожок. Пирожок, кстати, ни разу не погибал еще за... Сколько времени играем. Блин, они его это... Ну, они понимают, что как бы это фигня. Собака зачем? Надо нас убивать, а не собаку. Мы выше приоритет для них. Блин, 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 блин. Я думаю, я думаю, но вы назад. У нас два варианта для нее. Либо... А, еще коктейль молота может метнуть. Либо назад ее задвинуть. Кстати... А, блин, на этот нужен на коктейль два экшн-поинта. Блин. Блин. Что я могу еще тут сделать? Да я боюсь, что ее снесут. Я бы назад ее задвинул. Давай. Да, блин, почему она постоянно атакует? Она атакует, короче, всех, кто перемещается. Ну, ничего, сейчас мы ее снесем. Так, а что у нас там? А у нас нет патронов, да? А нет, как бы по два патрона-то есть. Что за фигня? Нет, ну по два патрона есть. Почему нельзя атаковать? Недостаточно патронов. А, обязательно нужно три патрона. Блин, ну пострелял бы на два патрона. А что поделать? Ну, блин, или зарядить три патрона. Два таких, один такой. Ах! Такие, блин, условности какие-то глупые, нелогические, да? Есть четыре патрона, не может стрелять, блин. Потому что три нужно одного типа. Что за бред? Вот реально. Ну, она тут ничего не может делать. Так, подожди, а как там пропустить? Завершить текучий раунд для этого персонажа и дает дополнительное очко действия в следующем раунде. Давай. Так, дженерал. У тебя же там есть патроны, все нормально? Да, есть патроны. Так, это бронебойные не нужны, а у них тут ни у кого нет броника и так далее. Мы так пробьем. Давай, давай, давай. Рассеянный выстрел по всему ряду. Давай задний ряд сносить. Я надеюсь, вот тут вот снесем охотницу. Ну, давай, что-то... А, блин, он не может задний атаковать, только передний. Так понимаю, он сразу, наверное, три патрона тратит, но как бы нормально, зато он сносит, смотри, сразу как. Нормально, мы их должны одолеть. Так. Так, Фернандо, что у тебя по бреду опасам? Два осталось. Давай коктейльчик молотого. Давай вот этот ряд выжигать. Или этот. Блин, надо вот эту снести как-то чем-то. Блин, последних два патрона тратить на нее. Ну, давай коктейль молотов запульнем, может, так сгорит. Да, должна сгореть, 29 уже осталось. Мало. А-а-а! Не трогайте пирожка моего! Нет! Нет, пирожка убили! Сволочи! Они убили пирожка! Так, главное, чтобы нас они не поубивали. Ты видел? 71 крит дал пирожку. Нифига себе. Так, 160 у Фернандо уже. Так, наш огонь перестал гореть. Эм. Я только на следующий ходу смогу поставить новый. А пирожок больше не доступен для нас. Так. По-моему, все плохо у нас. Вдруг. Мы, наверное, совершили ошибку. Где-то я просчитался. У нас патронов мало. Вот в чем наша проблема. А-а-ха-ха-ха-ха. Так, кстати, если проникающим этим выстрелом выстрелить в этого чувака, то он сдвинется назад, ударится сзади охотницу и, скорее всего, убьет ее, да? А может и не убьет, не факт. Блин, надо вот этого чувака валить. Блин, может Дженерала вперед выдвинуть, потому что он самый из них небитый. А то ни Фернандо укатают. Блин, ну тогда Дженерала, наверное, не укатают. Ну давай попробуем охотницу убить. Если сейчас сработает способность, то он сдвинется назад и собьет охотницу. Нет, не сработало, блин. Два очка действия потратил. А, нет, у него еще одно есть. А, я могу по ней так нанести урон. Ну а что я туплю? Минус. Я думал, нельзя по заднему ряду с дробовика стрелять. Так, ты коктейль молотова можешь запульнуть. Ну давай. Запульнем. Блин, какие-то живучие по 200, блин, тут по 300 жизней вообще. А там, кстати, еще какой-то зомби, смотри, сзади стоит. Это вторая волна будет, да? То есть больше шестерых зомби не может одновременно на нас напасть. Потому что нас трое, то есть. Лишь в два раза большее количество может напасть. Там еще один зомби, вот смотри, вот он. Черный силуэт такой темный стоит. Еще один здоровяк. Он еще раз на нас. Ну там один, ладно, мы его забьем очень быстро. Не знаю, давай этих, сжечь. А, там у зомби тоже досталось. Смотри, он горит. Что-то я не понял, подожди. Или я... А, че ты, подожди. Это они так стоят как-то нелогично. Я думал, вот за этим здоровяком, вот, вот этот стоит. Нет, вот этот первый стоит. За ним вот этот, потом вот этот. За ним этот. А этот отдельно уже стоит. За ним охотница стояла до этого. А, блин. А че как-то это, как-то так смоделировано, нарисовано. Я не понимаю, кто за кем. Я тут запутался совсем. А, понятно. Все, ясно. Все, ясно. Ясно, блин, что нифига не ясно, как нам выиграть-то. В оборону, блин, ну... Ну они Фернандо будут сносить. Фернандо, тоже в оборону уйдем. И будет все нормально. Так, Фернандо, ты должен будешь в оборону уйти. Для этого тебе нужно очко действия одно, да? Коктейль молота на следующем ходу только будет. Блин, у тебя два патрона осталось, но делать нечего. У нас ситуация очень... И очень опасная. Давай сфокусируемся на ком-то уже одном. Будем сносить по одному. Вот эти вот здравяки наиболее опасны, мне кажется. Блин, слабо пробил, да? В оборону. А, по нему же бьют. Я думал по дженералу будут бить. Нет! 47 сняли! Так, лечить сейчас надо будет. А это они что, излечивают друг друга? Что они делают? Что это вот за ауры такие навешиваются? А, нет, 117. Нормально, я думал вообще сейчас укатали уже. Так, ему надо аптечку будет применить обязательно. Обязательно. Смотри, этот под броником еще действует. А, сейчас ее ход настанет, наверное броник у нее уберется. Так, давай дженерал, давай, давай. Ты должен тащить всему ряду урон. Давай, всем троим. О, по 67! Отлично! Смотри, вообще супер! Он ему 21 адреналин дался. А что этот адреналин дает? Что он дает? Увеличивает, наверное, может дамаг наш, да? Ой, смотри! Ой, дженерал вообще красавчик! Мы сейчас их добьем весь ряд. Так, Сара пока нормально, ее не атакуют. Блин, ну ей придется поменять ряд, в первый ряд уйти. Тогда ее уже будут атаковать. В принципе... Или молотова на следующем ходу только. Но ей больше делать нечего, ну... Блин. 200, я думаю, она выживет, должна. Все, это охотницу устранили. Отлично, уже никто не бьет пассивно. Когда мы ряды меняем. Так, атака. Так, а сколько ее урон? 48 на 2. Ну, по идее, она даже этого должна укатать. Ну, давай этого укатаем. Есть, отлично. Ну, не 48, 37. А, я забываю, наверное, вычесть броню. У них же есть броня. Вот там, вот, 12. 11. Так, Фернандо. Дорогой мой Фернандо, тебе нужно что-то отличиться чем-то. Кстати, трава тоже соточку-то восстанавливает. Можно траву, не обязательно аптечки. Хотя, получается, трава эффективнее, даже лучше аптечки. Аптечка, по-моему, тоже сотку восстанавливает. Трава сотку восстанавливает, еще немного повышает сопротивление до конца следующего боя. Ну, это, наверное, до конца следующего боя, это или неправильный перевод, или до конца текущего боя, или имеется в виду, если мы ее применим вне боя, то есть просто на карте, когда ходим, да, то в следующем бою она будет действовать до его конца. Наверное, имеется в виду это. Давай лучше аптечку применим. А, нет, смотри, больше сотки восстановили. А, ну у них же, смотри, там еще, я забываю, что у них же есть еще способности. Смотри. Открывает работу доктора садовника, аптечки могут быть изготовлены, увеличивает ранг работы доктором, открывает этот этап, повышает ранг садовника. Вот, повышает ранг успеха в событиях, связанных с медициной, то есть, вероятно, увеличивает эффективность. А, хотя нет, увеличивает эффективность следующее, повышает эффективность аптечек на 25%, вероятно, успеха. Ага, понятно, надо им биологию тоже качать, для того, чтобы аптечки более эффективны были. Ну и, наверное, еда тоже, как бы, она же, видишь, в категории лекарства находится, гамбургеры всякие. Ой, подожди, а... А я же им не походил! А что, каждый раз, когда я в медицину захожу, тратится очко действия, что ли? Да я просто зашел посмотреть! Да ладно, блин, а что, это баг. Так, это баг, получается, я в лекарства захожу просто посмотреть, и уже тратится очко действия? Вот это я сейчас лоханулся! Вот это я сейчас лоханулся! Ну, а очко действия не потратилось, я не знаю. Ха-ха-ха, когда я нажал назад, оно потратилось. Как бы еще боеприпасы, когда я не заходил и назад не нажимал, тоже не тратилось бы. Ха-ха-ха. Это мы потом будем эксперименты такие страшные проводить. Хе-хе-хе-хе. Серьезные. В принципе, и в оборону можно уйти. Давай в оборону лучше. Тебя не пробьют, ты будешь принимать все атаки врага, а мы будем тут пока... А, блин, я угненную ловушку могу поставить. Ладно. Так, сдвинуть назад. Давай, наверное, просто обычными атаками добьем этого. Ну, давай этого добивать, у него не так много осталось жизни. Так, Фернандо. О, отлично, коктейль Молотова. Так, подожди, получается сейчас нет целого ряда, да? Вот такого, горизонтального. Ну, тогда давай. Тут уже горит. Давай вот этого тогда. Подожжу. Так, 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 хорошо, что поставил ей броню. Ой, пробили так быстро броню, сбили ей. Ты представляешь, как бы еще больше ее пробили? Если бы я не сделал эту бронителю стойку, ее бы убили там нафиг. Так, это можно назад задвинуть чувака, да? А придется вот этого задвигать назад. У него слишком много жизни, слишком он жирный. Отлично. Еще и сняли около 90 ему жизни. Супер. Так. Ну, нормально, мы их... Все. Я не понял, я... Что это игра делает? Я туда не выходил, не нажимал ничего. Так, атака. Давай того, кто больше ранен, уже убивать. Блин, мы сейчас все патроны потратим окончательно. У нас эти персонажи уже закончились. У Дженерала еще там, блин, осталось. Ну, уже мало. И у нас вообще будет труба. Блин, ты смотри, полсерии, один бой. Ты представляешь, 30 минут у нас один бой. Ну, блин, какой напряженный. Так, Фернандо, что у тебя с жизнью? У тебя мало жизни, блин. Но у Сары еще меньше. Инженера, ты не можешь применить пистолет? У тебя там, блин, осталось-то ерунда. Давай в первый ряд. Добивай. Фу, слава богу, я уже испугался, что не добьет. Ой-ой-ой. Так, ну этот не сможет атаковать. Не, все нормально, сейчас всеми передвигаемся в первый ряд и выносим. Так, Сара, живи, живи, живи. На тебе травку. 110. А, нет, что-то 70, 70. Что-то мало. Да, назад нажимаю, у нее балдейство тратится. А, то есть я зашел в лекарство, я могу несколько лекарств применить там, да, потом нажму когда назад, то уже балдейство потрачу. Все, я понял. Я понял, как это работает. Так. В оборону. Нет, не нужна нам оборона, просто атакуем вот этого, выносим чувака, а тот не сможет нас атаковать. Он ближник во втором ряду стоит. Как бы и все. Можем даже попробовать задвинуть его, хотя нам это не надо. Просто убиваем. На изи даже убиваем. Фу, мой друг, мы одолели шестерых зомби. Ха-ха-ха, охренеть. Так, иди в первый ряд или подожди-ка. А, подожди его. Да блин, что ты страдаешь, что там из-за эффект у тебя? Насыщенный у нее эффект, не знаю. Не должна страдать, наверное, прошел негативный, скорее всего. Так. А, вот зелененький, посмотри, у нее броня, сопротивление, да, из-за того, что она кушала, да? Ага, окей. Значит, в текущем бою действуют эффекты от лекарств, травок и так далее. Так, ну все, тут понятно. Просто атакуем и просто убиваем. Обычными атаками. Ой, а что это было такое, что за взрыв? Мы не пострадали? А, он перешел в какую-то другую стадию. Ха-ха-ха-ха, вот прикол. Прикинь, мы зомби убили, да, он как бы просто стал теперь половинкой зомби. Нифига себе. Ха-ха-ха, вот это прикол. Блин, прикинь, сейчас вторая волна будет. Вот сейчас, в этом же бою, вторая волна придет на нас. Тоже шесть зомби, все, нам хана будет. Без вариантов. О, блин, дженерал, ты не убил его. Да, блин, да что мы привязались-то, Фернан? Он, наверное, самый слабый, да, самая слабая броня. У него пять. У дженерала семь. У Сары три, у Сары еще меньше. Я не знаю, что они привязались к нему. У Сары меньше жизни было, чем у него, по-моему. Так, все, давай. До свидания. И все. А, хотя нет, подожди, два тканевые одежды. У нас такого не было лута. Наверное, редкий. Хотя нет, один бак стоит. Два бандажа и один золотой зуб. Блин, я думал, больше трофеев будет. Короче, надо было не нападать. Получено 20 долларов. Я не верю. А что случилось? Мне жаль, Сара, мы опоздали. А, вот ее друг, наверное, лежит, да? Ну, он, кстати, в зомби не превратился почему-то. А, он, наверное, себе голову прострелил, когда понял, что в зомби начинает оборачиваться, да? А, черт возьми. А я же говорил, я знал, что это пустая трата времени. Давай хотя бы осмотрим тела, а? А Сара плачет и поддается шоку. Дженерал стоит рядом с ней ошеломленный. Камрады, мы должны бороться за свои жизни. В карманах мертва Маридо могут быть важные вещи. Сейчас или никогда? Если я буду осматривать его тело, то как бы, ну, просто по логике, если включить логику, я не знаю, насколько эта игра дружит с логикой, но если включить логику, то Сара как бы обидится, да? Скажет, блин, вы моего покойного этого любимого тела обыскиваете, да? Снимаете там с него, я не знаю, обувь, часы, я не знаю, что там, карманы им обшариваете. Но мы все равно это сделаем. А, она сама это сделает. А, Сара продолжает рыдать в тот момент, когда ты роешься в вещах мертвеца. В смысле, она сама там порылась? Тебе не нравится это делать, но выживание имеет приоритет. Ну, вроде как, она никак не расстроилась по отношению к нам. Ой, смотри, штурмовая винтовка. Разве я не говорил, что это хорошая идея? Ха-ха, давай, признавай это. Ха! А попробуй сделать это в пять раз быстрее. Это левел он качнул. О, третьего левела? Нифига себе, смотри, левел три. Четырнадцать баксов. Это у нас... Да, это тоже АК-47. Тот АК-47, который у Сары, он десять баксов стоит. И первого левела. Это третьего и четырнадцать баксов уже. Ну, описание тут тоже самое. Урон дальнего боя шестьдесят пять. Восприятие три. А сколько у того? Первого. Есть ли разница? Она существенна между ними? А, подожди, пожалуйста. Дайте мне похоронить его перед тем, как мы уйдем. Конечно, я помогу тебе. А ты быстро хоронишь тело и готовишься двигаться дальше, когда Фернандо остановит тебя. А, дженерал, теперь, когда мы закончили с мужем Сары, я могу рассказать вам о своем плане. Хорошо, рассказывай. Этот трусливый торговец, а фарпостик от арбандистов, Тревор, должен мне немного денег. Маленькая крыса обманула меня в хорошей сделке. А, кстати, мы туда и направляемся. А я планирую собрать и аванпост недалеко отсюда. А как это поможет лагерю Джека? Что? Ты не хочешь помочь коллеге-бизнесмену по доброте душевной? Я глубоко ранен, сеньор! Ты слепо смотришь на него, а потом смотришь на пустое выражение Сары. Фу, хватит уже от чувства вины. Си, си, мы делаем 50 на 50. Вы можете раздуть прибыль на жадных купцах и потратить ее в карантине на мамаситу триш, амиго. А в чем подвох? А почему ты думаешь, что есть подвох? Это безобидная работа по сбору. Просто случайно урони мое имя и смотри, как Тревор пачкает штанет страха. Сделки Фернандо. Поговорить с Тревором на заставе катарбодиста. У нас туда уже есть один квест с ним поговорить. Он задерживает поставки в западный... или восточный... Восточный город свободы. Так, я хотел посмотреть калаши. Кстати, у Левела там нет ни у кого? О, Фернандо Левел же, да, точно. Так, у Дженерала один нераспределенный навык. Надо в биологию ему, наверное, вкинуть все-таки его. Да. Будет эффективно излячиваться аптечками и так далее. Так, Фернандо. Что у нас здесь повышается дальше во внимательности? Увеличивает шанс успешного взлома сложных замков. Сложные есть замки еще на 70% и простых замков на 90%. Кстати, а мы... Да. Мы потратили отмычку, когда замок взламывали в прошлый раз. Нет, две отмычки. По-моему, мы не находили больше. У нас, по-моему, две было. Если я не ошибаюсь. Значит, вероятно, нет. Если бы неудачно была попытка взлома, то, вероятно, потратил бы отмычку. Повышает рак работы стража. Повышает вероятность успешной защиты от нападений. Краж повышает шанс садовника. Повышает ранг садовника. Так, повышает ранг стража до 3. Страж может полностью предотвратить атаки. Краж со стороны панковой падальщика. Нифига себе. Разведчик ранга 3 может быть использован для поиска трех конкретных и трех случайных новых локаций. Да, нам эти разведчики не особо-то нужны. Зачем они нам? Мы так, ходим по карте, все открываем, все лутаем. Да, там 10 баксов стоит разведчик. Ого, кстати, у нас 66. Скоро пойдем в город свободы закупаться. Закупать еду, воду и так далее. Нам как бы это нужно. Только, наверное, в этот день уже не успеем туда дойти. Увеличил шанс взлома успешного. Так, это понятно. Короче, давай. Эффективность аптечек ему вкачаем. Или, подожди-ка, подожди-ка. Что еще нам нужно от него? Ну, нам, в принципе, от него нужно пистолет, холодное оружие. Ну, как бы и внимательность. Больше у нас ничего особо не нужно. Давай. Эффективность аптечек на 25%. Ты видишь, постоянно мы их юзаем. Так, давай эффективнее их юзать. Так, здесь не вижу больше повышения эффективности аптечек. Вот, увеличивает эффективность лекарственных повязок и регенеративных стимуляторов на 25%. Вероятность успеха в медицинских событиях на 75%. Но это слишком далеко качаться. Вот еще увеличивает эффективность работы наборов первой помощи и рефлект стимуляторов. Так, 8 очков, 8 очков, 8 очков. Сюда хватит вкачать? Да. Ну, давай. Не знаю, охотник пусть будет. Там восприятие увеличивается, сила. Что-то там предотвращает, какие-то эффекты негативные. Все. Все потратили. Так. И теперь, 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 теперь я вообще зашел сюда именно за этим. Калаш посмотреть-то. Сары. Так. Урон 61. И 1. А, тут даже показывает. Плюс 4. И последняя циферка, я не помню, что-то восприятие или что-то такое. Там плюс 1. Это, скорее всего, меткость, наверное. Так, ну давай, конечно, меняем. Так, поменялся, да? 65. Ага. У нас более худшие, в принципе, можем, наверное, его продать. Да мы можем это, наверное, продать, потому что у нас все равно нет патронов. Это толку-то с того. Так. Я не знаю, их можно разбирать как-то там на какие-то запчасти. Наверное, нет на базе. Так, все. Давай, поменьше слов, побольше дела. Мы должны еще до базы, наверное, дойти. Наверное, не дойдем. Слушай, одну локацию будем целый день, блин, лутать. Так. Идем на колбаску сюда или сюда. Еда, семена, запчасти, ловушки. Еда, семена, то же самое. Давай, значит, сюда. Тут мы сразу на базу уже перевестимся к контрабандистам. Охотничьи угодья. А вы находите кусты, полный ягод. Вы можете пополнить свой запас еды. Шанс обнаружения и нападений низкий. Конечно. Так, отправим, наверное, с... Сару... Или Фернандо. Блин, у Сары катана. Ну и сабля, она более эффективна. Давай Фернандо отправим. Ну, это на случай нападения, я думаю. Нет, никто не напал. Три семечка. О, пять еды! Слушай, живем! Хе, хотел сказать, может быть, пройдем даже локацию без сражений. Не, как бы не так. Так, ну давай по-быстренькому. Блин, по-быстренькому тут, наверное, не выйдет. Блин, тут выйдет долгенько. Так, давай. Вызываем пирожка. Давай, пирожок! В атаку! А, наполавил пирожок. А что он не атаковал его? Он до этого атаковал, прыгал и срубал с ног, избивал. Я думал, сейчас так же будет. Хе-хе-хе-хе. Слышишь, как пирожок? А-а-а! И зомби испугался пирожка такой. А-а-а! Что это? Хе-хе-хе. Что это за животное? Так. Ну, придется, вперед идти. Да блин, гребаная эта охотница опять, да? Я даже не посмотрел на нее, блин. Давай в бороду уходим. Так, да. А, Фернана, соответственно, тоже переместится и тоже самое получит. Блин, надо бы коктейлями просто забрасывать ее, да? Что-то я это не сообразил. Что-то я не сообразил. Да, мой косяк. Надо было не перемещаться ею. Ладно, зато другой стороны она пирожка прикрыла, да? Эй, а как ты можешь атаковать? А, ну дальними атаками, да? Ого! Нифига себе пирожок крит там провесил. Ха-ха! На соточку! Ха-ха-ха! Ты видел? На соточку просто, на! Крит провесил еще там. Охренеть! И оглушение провесил. Какой крутой. Пирожок у нас, а? Блин, жизни мало у тебя, подруга. У тебя волки загрызут сейчас какие-нибудь. Ну... Давай гамбургер. Я думаю, у тебя хватит на бой. Так, коктейль метнуть не хватит. Только хватит на обычную атаку. Так, вот валяется в отключке. Давай этого убивать. Ого! Нифига себе, она ему дала. Это у него большая защита, 22. Ой, ты молочек, Сара! Вообще красавчик. Так, давай. Жечь. Этот сгорит там. Нет, пирожок его съест. Румяненького зомби этого поджаренного. Так, блин. А у тебя там осталось-то... Один патрон. Мы не будем тебе оставлять один патрон. Надо это вот... Убивать, блин. Охотницу. Видишь, хорошо, как он снял. Но больше уже не снимет. Так, больше ничего он не может сделать. Только выдвинуться вперед. По нему охотница нанесет удар. Давай оборону лучше. Ой, не кусай нашего пирожка! Он невкусный! Эй, а что это волков прибавилось? Ну что, обалдели, что ли? Видимо, у волка какая-то есть способность призывать других волков еще в бой, да? Ну, я такую тут не вижу, конечно. Ну, нифига себе, это так будут призывать тут, блин. Мы никогда не отобьемся. Так, давай, Сара. Бей туда волка. Ой, как хорошо. Ну, как хорошо она стала бить-то, смотри-ка. Ой, как хорошо. Ой, как замечательно. Так. Не могу. Так, давай весь рядок срубаем. Минус! Ха-ха! А зомби киллер! Сразу троих за один выстрел, да? Так, зомби киллеры мы с тобой. Отлично! Хе-хе-хе-хе-хе! Ну все, теперь мы выиграли. Наверное. А, кстати, подожди-ка, Фернандо тоже уже охотник. А, только может к бою приготовиться. Ну, это ерунда. А-а-а, придется двигаться ему, это нанесет по нему удар, но а что нам делать-то? Да, у него мониторинг, видишь, какая-то способность срабатывает. Атакует врага, когда он меняет позицию. Ага, понятно. Ну, это я уже так догадался, понял. Давай, убивай ее нафиг. Режь ее ножом. Рычание какое-то, а она весь ряд прокинула своим зерном каким-то. Давай, давай, пирожок, грызи волка! Че, пирожок убил волка? Хе-хе-хе-хе-хе! Ох и пирожок! Ох и пирожок! Как он хреначик, да? В прошлый раз его убили, правда. Но там нас самих чуть не поубивали. Хе-хе-хе-хе! А теперь пирожок... А, нет, волк еще живой. 92 в него жизнь. Давай, резать надо его. Есть! Мы это сделали, мой друг. Будем надеяться, что это обучение окупится. Одна аптечка, два тканевые одежды и одна кола. Пока, пирожок! Ох! Хе-хе-хе-хе! Оленюшка! А вы заметили, посущиеся оленя. Давай, конечно, охотимся. Блин, надо кому-то выживание поднять, для того, чтобы эффективность была охотой на этих оленей. В прошлый раз Фернандо не удалось захотить на оленя с пистолетом. А, кстати, подожди-ка, а ему стрелять нечего, у него патронов-то ноль. Хе-хе-хе, в смысле? Только у Дженерала есть патроны, больше ни у кого. Ну, давай, в любом случае, Дженерал. Опа! Ха-ха! А Дженерал красавчик! Пять еды! Супер! Пять еды получили! Вот так вот! Что ж, мой друг, чтобы серию не затягивать, я так понимаю, там будет очень-очень безумно много разговоров-переговоров в этом лагере. Поэтому в этом лагере входим на базу. Хе-хе-хе. Мы в следующей серии со всеми поговорим. Там квестов просто безумное какое-то количество. Ставь лайк, если понравится данная серия. Ставь дизлайк, если тебе понравится. Подписывайся, чтобы не пропустить следующую серию. Подписывайся, если не интересно. Смотри, как чуваки дерево рубят. Хе-хе. Ты волен поступает, как считаешь нужным. И до встречи в следующей серии. Спасибо за просмотр. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok